В этот раз мы отправимся в село Масали у Поровского района. Нас сюда пригласила Юлия Андреева, за что и большое спасибо. Селу 165 лет. Столь причудливым названием оно обязано городу Масальску в Калужской области. Именно оттуда пришли переселенцы в Западную Сибирь, чтобы осваивать новые земли. Масали это, видимо, уменьшительно ласкательная версия. Что ж, у переселенцев глаз алмаз. Места здесь очень красивые. Масали располагаются у подножия Дробовой горы. Здесь же находится туристическая база. К этой достопримечательности нас сразу повели местные. Одна из фишек турбазы – это троллей. То есть трос, с помощью которого можно резко так спуститься туда вниз. И, конечно, мой оператор предлагает записать самый лучший в мире стендап. Мол, давай, оденем на тебя GoPro и ты туда. Нет, я так делать не буду. Во-первых, я боюсь. А во-вторых, сегодня нет инструктора, у него, видимо, выходной. Поэтому по технике безопасности нельзя. Пока инструктор, он же директор, отлучился, о прелестях турбазы нам расскажет его супруга Лариса Бирюкова. Здесь вы не увидите привычных домиков, столовых, баньки. База для тех, кто любит походы. Ночевать можно в палатке, а днем стоит идти собирать травы. Потом развести костер, заварить чайку. Лобозник, мята, зверобой, чага. Оказалось, в селе Масали уже давно проводят туристические слеты. В селях каждый ребенок может поставить палатку, добыть огонь. Почти что да. Также у нас дети в соревнованиях участвуют, в районных. В былые годы еще даже в российских соревнованиях участвовали. Но вернемся к базе отдыха. На мой взгляд, самое крутое, что здесь есть, это домик Хоббита. Самый настоящий его своими руками сделал директор. Он же фанат пластилина колец. Внутри все такое сказочное. Самое интересное, что заглянуть на огонек в гости к Бильбо Бэггинсу можно бесплатно. Пожалуйста, бесплатно. Но если что-то хотите арендовать, то можно. У нас есть веревочный парк, можно полазить. Что еще? У нас спинбол играют. Также есть луки, арбалеты стреляют. Желающие могут воспользоваться. Зимой, в зимнее время тоже мы, как говорится, не сидим без дела. У нас есть тюбинговые трассы мы делаем. Вернемся в Масали, в село ухоженное, в центре несколько арт-объектов. Скоро должна прямо в центре появиться площадка с бесплатными тренажерами. Не бойтесь, их не сломают. Масальские следят за порядком во всем. Любят работать. Даже приезжие перенимают эти привычки. Светлана Зыкова переехала в село в 2011 году из Нижневартовска. Ну, я выхожу так, на минутку, допустим, в курянку, а потом чувствую, что кушать хочу. Прихожу уже, это будет 12. Я и вышла на минутку. На пенсии Светлана даже успевает ставить эксперименты. Вот, например, высокоурожайная грядка по северной технологии. Почти 70 сантиметров высотой. Ширина, как вам удобно. Пленка полиэтиленовая, темная, да, она шириной приблизительно 10 сантиметров. Ты ее ложишь одну, да, и потом такое вот приблизительно для посадки ширина остается. И следующая. И вот так их штук 6 или 7. Морковка на ней созревает чуть ли не в конце мая. Можно посадить ей что-то другое, лишь бы ботва была высокой. Берите методику на вооружение, как и советы местных пчеловодов. Да, здесь много представителей этой профессии. Например, Галина Катаева. Вот уже много лет она зарабатывает тем, что продает мед из местного разнотравья. Люди вот на поля вывозят там, с рапса там или с донника. У нас этого нету как-то. Все вокруг, все, что есть. Мед, честно вам скажу, очень вкусный. И совсем недорогой, 500 рублей за литр. И вот совет тем, кто собрался затариться на зиму. Вот так вот ложкой выше поднимаете, он тянется и не рвется. На следующий мёд. Вот это, да, если он не рвется, вот это и значит, что он настоящий и как бы выстоянный мёд. Он как бы, что если он рвется, то может быть рано выкачанный. Вот такие они, Масали, село с необычным названием, но с самыми устоявшимися традициями. Труд здесь всему голова. До сих пор в селе сохраняется большое частное стадо, действует ферма, столовая и многое другое. Тем, кто хочет переехать в деревню, здесь явно не будет скучно. Не забывайте, что вы тоже можете нас пригласить. Для этого напишите в нашу группу ВКонтакте «Самая красивая деревня». Либо опубликуйте фото в Инстаграме с хэштегом «Карина приезжай» и мы обязательно приедем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова